Иран отчитался о первом импорте, оплаченном криптовалютой. Это помогает Ирану обойти американские санкции. Что же конкретно случилось? Очевидно же, что Иран сидит по уши в криптовалюте. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать в новое видео. Смерть доллара официально началась. Иран только что заплатил 10 миллионов долларов в криптовалюте за импорт товаров, чтобы избежать санкций. Биткоин неизбежно станет законным платежным средством и новой глобальной резервной валютой. Это официальный твиттер заместителя министра торговли Республики Иран Али Резе Пейман Пака. Если я правильно прочел, могу ошибиться. На этой странице можно найти следующий пост. От 9 августа 2022 года. В нем он написал. На этой неделе первый официальный импорт был успешно совершен за криптовалюту вместо доллара. До конца сентября использование криптовалюты и смарт-контрактов будет расширено на все виды международной торговли с конкретными странами. Это сделано для того, чтобы обойти санкции, которых против Ирана введено немало. Иран объявил, что будет использовать криптовалюту для международной торговли. Применение санкций против него в таком случае будет более сложным процессом, если не невозможным. Сие событие является первым звоночком для глобальной долларовой системы. Ведь другие страны, против которых также введены санкции, могут повторить за Ираном, если увидят успех последнего. Однако Иран не уточнил, какую именно криптовалюту он использовал для совершения первой международной торговой сделки, оплаченной цифровыми активами, а не долларом США. Поэтому в сети уже гадают, какая именно криптовалюта была использована. Первым на ум приходит, конечно же, биткоин, но и Ripple XRP тоже вполне подходит для таких целей. Кто-то пишет даже DoggyCoin. Международная торговля в криптовалюте, а не в долларе США. Хмм, звучит очень хорошо. Но все мы знаем, что следует за отказом от доллара США. Пишет CryptoJeff и прикрепляет недвусмысленную гифку. Кроме этого, Иран также активно поддерживает криптомайнинг, который тоже уменьшает влияние санкций. Около 4,5% всего криптомайнинга на планете уже приходится на Иран. Иран планирует тратить заработанное с майнинга на импорт товара в страну, который, опять же, будет оплачивать исключительно криптовалютой с сентября этого года. Иран отчитался о первом импорте, оплаченным криптовалютой. Это помогает Ирану обойти американские санкции. Что же конкретно случилось? Очевидно же, что Иран сидит по уши в криптовалюте. Теперь мы имеем сообщение о том, что Иран зарегистрировал первую международную сделку, оплаченную криптовалютой. Это привело к тому, что Иран буквально обошел глобальную финансовую систему, которая построена на долларе США. Это также помогает ему обойти санкции, наложенные на страну, от которых Иран сильно страдал. Эти санкции действительно сказывались на Иране, инфляция взлетала, а уровень жизни падал. Отчет о использовании криптовалюты в международных сделках странно совпадает с ядерными переговорами в Вене. Кажется, Иран подает сигнал Западу, что если соглашение не будет достигнуто, а санкции не будут сняты, Иран найдет другой способ импорта товаров и технологий в страну. Собственно, об этом их политики уже и говорят, что не позже с сентября этого года они хотят использовать криптовалюту для торговли с конкретными странами. Что интересно, Иран является одним из самых больших майнинг-центров. Он контролирует 4,5% всего биткоин-майнинга. Он легализовал майнинг в 2019 году, несмотря на все проблемы с майнерами, которые употребляли слишком много электроэнергии. Казалось бы, небольшой отчет, да и сумма-то небольшая, всего лишь 10 миллионов долларов. Капля в море. Но такое не происходит каждый день. Такие события не происходят каждый день. Я считаю, что это событие является переломным. Однажды в истории финансов человечества оно займет явно не последнее место по значимости. Сегодня Иран приблизил будущее. Будущее новой глобальной финансовой системы. В которой криптовалюта, а не доллар или любая другая фиатная валюта станет новой мировой резервной валютой. А меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!